Самоизоляция. Вот она какая дистанционная жизнь 2020. На чтение 3 минуты просмотров 15 опубликовано 7 апреля 2020 года. Пришла самоизоляция. Вот оно пришло то время, когда многие перешли на дистанционную работу и обучение в школе. Как оказалось, квартира легким движением рук родителей превращается в мини-офис. Где три комнаты, это три кабинета. В каждом кабинете по компьютеру. У отца мощный, у мамы средний, у ребенка главное, чтобы уроки делала. Первая комната. Ребенок сидит в своей комнате и выполняет домашнее задание. На его столе стоит компьютер и лежат учебники с тетрадями. Вторая комната. В другой комнате за компьютером работает муж. Телефон, принтер, компьютер, все как в обычном кабинете. В третьей комнате жена. Тоже с компьютером. Но в ее обязанности еще входит приготовление еды, завтрака, обеда и ужина на всю семью. Дочь моет посуду. Кошка, которая гуляет сама по себе. Единственная, кто не поменял образ жизни, так это кошка. Как жила, так и живет. Бродит среди кабинетов. Раньше они были обычными домашними комнатами. Ей не объяснишь, что не стоит ходить по клавиатуре и вообще теперь все иначе. По результатам опроса Skyeng, который проводил ТАС около 49%, родителей положительно отнеслись к переходу. Школ на дистанционное обучение. 21% россиян уверены, что у детей существенно снизится интерес к учебе. С чем столкнулись родители и дети, когда началось дистанционное обучение в самоизоляции? Дети думали, что это будет легче, чем обычное традиционное обучение. Дистанционное обучение. Но на деле оказалось совсем не так. Заданий по предметам много, плюс еще дополнительные. У детей есть желание сидеть в компьютере или планшете, но не делать уроки. То есть детям нужно самим себя контролировать. Но, наверное, самое сложное было настроить ребенка на дистанционное обучение, объяснить, что это та же самая учеба, но только в другом формате. Сложности родителей. Родители не могут отправить выполненные детьми задания на основную площадку. Где принимаются все домашние задания. Почему это происходит? Наверное, потому что площадка очень перегружена и тысячи, и тысячи школьников отправляют задания. Возможно, сервер не успевает всех принять. Поэтому задания отправляются не в день выполнения, а на следующий день. Желательно ранним утром. Именно в это время удается все загрузить и отправить учителям. Контроль за выполнением домашних заданий у родителей повысился, потому что они сами их отправляют. На примере взрослых. Ребенок видит, что взрослые работают за компьютерами. И она также, по-взрослому, занимается, а не развлекается в сети. Вот она, какая дистанционная жизнь в самоизоляции. Продолжение следует... Продолжение следует...